Фантастические, потрясающие белорусские женщины. Скольких мы узнали за это лето, если кто не знал. Светлана Тихановская, Ната Радина, Цепкало, Колесникова, Ольга Карач и Ольга Николайчик, конечно. И мы возвращаемся к одной из наших первых собеседниц этого лета, Марине Адамович, жене известного оппозиционного белорусского политика Николая Статкевича. Мы начали разговаривать, когда Николай Статкевич только попал в тюрьму. Здравствуйте, Марина. Что изменилось сейчас в вашей ситуации, в положении Николая? Где он сейчас? Добрый день, Ольга. Николай в СИЗО номер один на Володарского. Его положение изменилось только лишь то, что власти упорно пытаются придумать для него новое обвинение. Более жесткие, еще более безосновательно, совершенно фантастические, я бы сказала, чего стоит только попытка связать вот его и Сергея Тихановского с очень шумно задержанными и очень тихо отправленными обратно в Россию вагнеровцами. Вот такое. То есть даже есть эта попытка связать Тихановского и Статкевича с вагнеровцами? Да, да. Причем узнала я об этом не от адвоката, о котором мы также не сообщили, естественно, следователи. А узнала я это вот из телеграм-канала Следственного комитета, который распространил эту информацию о том, что Статкевичу и Тихановску подозреваются в совершении преступления, которое регулируется частью 2, уже очень хорошо нам известная 293 статья, это подготовка массовых беспорядков. В данном случае часть 2, это именно подготовка. Незадача такая, вот арестовали их рановато, они не успели их организовать, только готовили. Вот и по этому же делу, ну там я буквально почти цитил ее, проходит 32 гражданина России, которые были недавно задержаны по делу вагнеровцами. Ну вот такое. Адвокат, конечно, бросился в Следственный комитет подтверждать эту информацию. В общем, ни состава следственной группы, никаких бы то ни было вразумительных ответов он не получил. Тем не менее, дело существует, на сегодняшний день нам ничего не известно о его состоянии, но зато, зато, вы знаете, такая очень грустная ситуация. Буквально вчера, вот последние дни мы проводим пикеты возле Володарского, с требованием освобождения политзаключенных, которое должно быть, наверное, самым первым вот сегодня в нашей нынешней ситуации. Так вот, за то время, пока мы просто готовились к пикету, туда подошли трое совершенно растерянных родственников, молодых и среднего возраста людей, которые за последние дни после вот этих массовых протестов и даже не столько после массовых протестов, а, собственно говоря, по-моему, целенаправленно уголовленных, были перемещены на Володарку подозрения в существовании все того же самого преступления, с позволением организации массовых беспорядков и активного участия. То есть они были задержаны на улице вот в эти дни после 9 августа и уже перемещены в тюрьму из изолятора вредного содержания. То есть они сначала попали там в то самое страшное место, о котором мы сегодня очень много знаем, да, на Окрестино. А сейчас перемещены вот в следственный изолятор на Володарке, который вот на Володарского, который известен в народе как Володарка. На сегодняшний день мы знаем, что без вести пропало порядка 90 человек. 86 был несколько дней назад, и мы ничего не знаем, что с ними, где они. Ну, если честно, я надеюсь, что они, например, в Окрестино, то есть их оттуда рано или поздно выпустят, но вы ведь очень опытная жена политзаключенного. Где они могут быть? На самом деле, на самом деле, то огромнейшее количество людей, которые были задержаны, которых совершенно вот, ну, с точки зрения здравого смысла хаотически перемещали между различными вот местами лишения свободы, то есть Окрестино, Жодино, Слуцк, Борисов, да бог знает, где они только не оказались, эти люди. В части случаев, к счастью, это обычно неразбериха. То есть люди, например, которых вот, которые были обнаружены, вот мы искали своих товарищей. Про задержание некоторых мы даже не смогли узнать до того, как они вышли на свободу. Так вот, например, человека обнаруживают в списках Слуцкого, бывшего лечебно-трудового профилактория, а выпускают его на завтра или через день с Окрестино. Кого-то находят в списках знаменитой вот этой Окрестинской Центра изоляции правонарушителей, а освобождаются они из Жодино. Сейчас существует несколько телеграмм таких каналов, где собираются, аккумулируются все сведения от волонтеров, от родственников о людях пропавших, вот все эти вот дни, причем пропажи продолжаются, в общем-то, буквально до последнего времени. Хоть и единичные они такие, массовое задержание, а все, что делать, о них сведения к нам поступают. Так вот, часть из этих людей уже освобождена, и то есть родственники просят вычеркнуть их из этих списков. Я очень надеюсь, просто вот очень надеюсь, что эти люди живы и что они действительно в ближайшие дни в буквальном смысле будут на свободе. Но больше, кроме надежды, я ничего не могу. Вы что-нибудь знаете о своем муже? Вы можете с ним встречаться, переписываться, разговаривать? Какие о нем последние сведения о Николае Статкевиче? Ну, вы знаете, что касается переписки, то это очень давний, очень такой меленький, очень подлинненький приемчик, который власть наша использовала всегда по отношению к Николаю, а что еще против него можно использовать? Так вот, переписка практически прекращена, то есть он мои письма не получает, и я его письма последние получила 22 июля, то есть это уже практически месяц тому назад. Но, тем не менее, к счастью, пока, я их боюсь, просто боюсь лазить. К счастью, пока его может посещать адвокат, и я в большей-меньшей степени, скажем, уверена, что у нас в порядке. Но вы можете передавать ему передачи, одежду, продукты? Значит, передачи – да, передачи – да. В этом смысле. Вот на Володарского не использовали те гнусные приемы, которые применяют в местах изоляции правонарушителей. С передачами там, слава богу, все в порядке. Очень важно, будем говорить, обозначать свое присутствие, как, например, для меня, поскольку мне неоднократно угрожали там арестами и так далее, и для Николая очень важно знать, что я на свободе. А поскольку писем нет, то передача – это почти такой сигнал. Он видит там список, в котором стоит моя подпись. Слава богу. Но вы же ходите на все митинги сейчас, вы не пропускаете ничего, и вы не боитесь, что вы можете попасть в тот самый список людей, которых разыскивают? Ну, как вам сказать, не то чтобы я уж боялась, на самом деле я не боюсь, но я приняла разумные меры, я имею в виду, чтобы максимально облегчить себе существование. Я уже давно-давно хожу в удобной обуви, исключительно в немаркой одежде. Ношу с собой рюкзачок. Но, правда, события последней недели показали, что это никому не помогло, потому что все вот эти вещи, которые… Ну, рюкзачок с вещами, я не люблю. Что все эти вещи, которые люди заботливо для себя приготовили дома, но, ну так, понимая, что в нашей свободной, мирной, процветающей, благополучной, вообще там не знаю, как ее там еще иначе называть, стране, ты можешь пойти домой и вернуться или через больницу, или там через 15 часов. Так что, ну вот такие меры безопасности, а какие еще? А Николай, знаешь, что происходит за стенами тюрьмы? Вы знаете, мы стараемся, скажем так, чтобы он знал, у него оформлена подписка на все независимые, скажем, печатные издания, да, то есть я стараюсь, чтобы он хоть так получал информацию. Ну и все-таки встреча с адвокатом тоже, наверное, человек не рассказывает ему что-то, что происходит, но, к сожалению, не более того. Но последние три дня под стенами тюрьмы на Володарского собираются ежедневные пикеты, назовем это так, да, в которых принимают участие от нескольких сотен до нескольких тысяч человек, которые громко скандируют «Свободу», «Выпускай», скандируют их имена. И вот то, что я знаю, и то, что бреет меня на сегодняшний день, это то, что Николай слышал. Он находится в подвале, он примерно сориентировался, и поскольку он бывший военный, то я практически не сомневаюсь, что он сориентировался правильно по сторонам света. Ну и вот он, у меня есть свидетельство о том, что он слышал то, что происходило под стенами тюрьмы. Мне кажется, это огромная радость. Я хотела задать вам очень неприятный вопрос в связи с этим. Собственно, первый конфликт, это было названо первым конфликтом между протестующими, как раз связано с тюрьмой, но вот это с Окрестина в основном, с Лето-Временного Содержания, когда люди, названные волонтерами, просили как раз толпу, которая пришла поддерживать, скандировать, выпускать, как раз просила этого ни в коем случае не делать, потому что это может отразиться на заключенных. Я не сомневаюсь, какой партии принадлежите вы. Я не сомневаюсь в этом. Но и не буду подсказывать вам ответ. Скажите, скажите, что полезнее, что нужнее для заключенных? Вы знаете, на самом деле эта ситуация бесконечно тревожная, потому что вот у меня на это нет однозначного ответа. Если мы говорим о моем муже, то для него, безусловно, и о старых, скажем так, закаленных... Об опытных заключенных. Да, заключенных и просто демократах, которые долгие-долгие годы боролись за то, чтобы мы наконец получили возможность забрать свою страну обратно, да? Для них это, безусловно, однозначно поддержка. Марина, у вас есть медицинское образование, есть юридическое образование, и вы очень хорошо знаете, к сожалению, на собственном опыте, устройство белорусской тюрьмы. Если вы завтра станете главой пенитенциарной системы Беларуси, как бы вы изменили пенитенциарную систему? Что нужно сделать? До основания и затем пусть стены рухнут? Или что? Как? По какому принципу менять тюрьму? Мы не можем отменить тюрьму? Еще человечество от этого, к сожалению, не отказалось. Так какой должна быть тюрьма в Беларуси? В новой Беларуси прекрасного будущего? Во-первых, очевидно совершенно для почти любого человека, который сталкивался с этой системой, что пенитенциарная система должна быть выведена из управления Министерством внутреннего мира. Это совершенно... Разумеется, разумеется. Минюст, конечно, для этого есть. Да, да, совершенно верно. Она должна быть передана в ведомство Министерства юстиции. Ну и второе, что, безусловно, самое главное, это гуманизация этой системы. Ибо люди очень часто, которые вообще не веначами доказаны, да и не будет никогда доказаны, в нашей стране это карательное, в общем-то, это абсолютно не исправительный, а карательный орган. Люди, которые находятся там годами, а потом освобождаются, и все это вот тихо сходит в ничто, и никаких, скажем так, ни компенсации, ни извинений от государства они не получают. В то же время жизни разрушены, судьбы разрушены, сломаны. А что бы вы ждете от новой власти? Вот какие новые действия должна власть, на ваш взгляд, предпринять? И вообще, когда эта новая власть появится в Беларуси? Это второй больной вопрос. Я не знаю. Я, к великому сожалению, сегодня, ну, не самый большой оптимист, я имею в виду, как оказалось, как оказалось, за долгие-за долгие годы мы не подготовились к тому, чтобы взять эту власть на самом деле. А как нужно было готовиться? Как нужно было готовиться? Как готовиться к этому? Как готовиться? На самом деле подготовиться абсолютно невозможно, это правда. Но я имею в виду, посмотрите, у нас сегодня по всей стране идут стачки, да? Центральный, общий, объединенный стачечный комитет только сегодня начинает формироваться. Только сегодня профсоюзные лидеры достигли соглашения и обратились к стачкомам вот на предмет объединения. 10 дней идут протесты, которые вообще, это какое-то полное безумие, направляются влогерами. И огромная масса людей, совершенно вдохновленных, скажем так, перемещаются с одного места в другое, по городу. Вот сейчас сказали, бежите к телерадиокомпании, все туда побежали, потом побежали поддержать тракторный завод и так далее. То есть вот этот вот хаос, на самом деле хаос, к сожалению, великому, он дает отсрочку власти, той самой незаконной, нелегитимной, жестокой, которая готовится нас. Собственно, не то не просто готовится, она нас убивает. Что там уже кокетничать, да? Она нас убивает. Я не скажу, что эта власть надолго, но я думаю, что несколько месяцев у него ее еще, к сожалению, может быть. Ну, месяцы, не годы. Мы-то в России все-таки мыслим, что, ну, может быть, через 20 у нас что-нибудь изменится. А у вас на месяцы идет счет. Ну, я понимаю, что несколько месяцев в тюрьме... Ну, всем же хочется сейчас. Конечно. Но ведь тогда, то есть Лукашенко сделал много глупостей, конечно, в своей жизни, отсюда до последнего времени. Но посмотрите, как он выкосил абсолютно всех лидеров. Поэтому, конечно, людей выводят блогеры и телеграм-каналы, потому что больше некому. Все по тюрьмам. Николай Статкевич, Бабарыка, Северинец, Тихоновский, многие-многие-многие мужчины сидят в тюрьме. И у белорусского сопротивления женское лицо. Вот мужчины выйдут из тюрьмы, а власть-то у женщин. И очень-очень неплохих, кажется, женщин. Такое какое-то гендерное такое. Нельзя сказать, что Сергей Тихоновский отсиживался в тюрьме, пока его жена боролась и завоевала победу. Вроде как не отсиживался, да, но и что ж теперь? Ему, как мужу, что ли, корону отдавать? Ну, у меня женский вопрос, наивный. Что же будет с Белоруссией, когда мужчины выйдут, а власть-то у женщин? Хотелось бы, хотелось бы, чтобы это так действительно и было. Я полагаю, что когда в стране, когда в стране по измененному, по приведенному к демократическим стандартам или, правильно сказать, возвращенному к демократическим стандартам законодательства, по Конституции, по новому избирательному кодексу, пройдут, 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 вторые в нашей истории, справедливые, прозрачные, честные выборы, ну, тогда вот белорусы и решат, кому отдать вот этот самый хрустальный сосуд, вот эту самую выписанную и возвращенную себе прекрасную, действительно прекрасную страну. А как вы думаете, что нужно делать с людьми, которые преследовали оппозиционеров, преследовали блогеров, преследовали политиков, которые били их в тюрьме, которые предъявляли им абсолютно нелепые обвинения, как, например, связь с вагнеровцами и, в конце концов, что делать с Лукашенко? Я полагаю, что сама суда быть в любом случае не должна. То есть, и вот еще раз говорю, сегодня, наверное, это очень непопулярное мнение, я бы даже сегодня была готова, ну, вот если бы все это прекратилось в одну минуту, была бы готова лично я, от меня это мало зависит, отпустить его там на все четыре стороны, что называется. Но вообще, конечно, общественное мнение склоняется к тому, что человек должен предстать перед судом. И не только этот человек, а само собой и огромное количество вот этих исполнителей, которые, ну, как по мне, так у них уже нету дороги назад. То есть люди, которые заморали себя кровью, так или иначе должны предстать перед судом. Я бы даже вот на сегодняшний день, с учетом того огромного количества свидетельств, которые мы получили, вообще признала бы ОМОН преступной организацией. Марина, у меня к вам очень странный вопрос. Для меня белорусы, которых, мне кажется, я хорошо знаю, со многими дружу, тем не менее, загадка, мне кажется, вы загадка для всего мира. Люди, которые разуваются, прежде чем встать на лавочку для протестов. Люди, которые обходят газон, когда идет двухсоттысячный митинг, чтобы не помять цветочек, и высказывают всем, кто пытается помять цветочек, что не надо ходить по газонам. Митинг к митингам, протест к протестам, а газон засеян. Засеян. Газон засеян, да, 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 да. Я пыталась сутки сохранить ударение. И такая сплоченность, и такое миролюбие, и такая улыбчивость в ответ на звериный оскал, и такая смелость, черт возьми, потому что, конечно, сказать президенту с огромной охраной то, что говорили Лукашенко сейчас на заводах, и сказать, не дрогнув, так сказать, гордо абсолютно, так гордо себя держать и так миролюбиво. Вы почему такие все? Откуда вы такие советские взялись? Мы же с вами родились в одном чертовом совке. Вы знаете, я опять же повторю одну банальную вещь, которую я уже здесь говорила. Ту, с которой мы прожили все эти достаточно тяжелые годы. Как только появится надежда, вы не узнаете наш народ. Но для меня самым страшным, самым чудовищным, лично для меня, я уже говорю сейчас только о семье, самым чудовищным было то, что этой власти понадобилось вытащить из людей все самое черное. Все, что у нас вот у каждого где-то есть, но мы стараемся держать его где-то в черных закоулках души. Так вот этой власти понадобилось вытянуть все самое-самое худшее из людей. И я безмерно счастлива, что белорусы при всем при этом, затихарившись, уйдя там во внутреннюю эмиграцию, все-таки сохраняли, ступествовали вот этого вот внутреннего, не знаю, ребенка, это внутреннее светлое существо, этого прекрасного человека, которому хочется жить в красивом мире, которому хочется украшать все вокруг себя, которому хочется жить в красивой стране, среди таких же красивых людей. Да, мы сейчас действительно с удивлением и радостью смотрим на себя на стоять. Это насколько вот прекрасное вдохновляющее чувство, что не хочется его потерять. Я понимаю, что будут разные времена, что будут разные очень тяжелые времена, да, еще впереди, потому что вот все вот это вот, все эти объевы, конюшни, разрезти, это же дело ни одного дня и даже ни одного года, мне очень хочется, чтобы люди вот это вытаскиванное себе сохранили. Это такое счастье жить в солидарном, прекрасном, светлом мире. Мне кажется, что это уже вот невозвратно. Что бы вообще ни случилось, что бы ни случилось, люди этого не забудут. А вы будете участвовать в выборах депутатских, еще каких-то. Вы же уже за эти годы тоже превратились в человека, который влияет на общественное мнение, в одного из лидеров общественного мнения. Вы будете вставлять свою кандидатуру на каких-то выборах? А посмотрим, поживем, увидим. На самом деле у нас сейчас такая три единая задачи, правда, у всех у нас. Все остальные мы будем решать потом. Это освободить политзаключенных, добиться отставки, ухода нынешней власти и провести наконец вторые в истории страны честные, справедливые, прозрачные выборы. Марина, вперед! Спасибо, Марина! До свидания и большой привет передавайте Николаю. Спасибо большое. Я надеюсь, что это будет скоро. Я надеюсь, что я смогу передать ему этот привет лично. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok